Библейский портал экзегет.ру представляет Первое послание к Коринфянам принадлежит Перу Апостола Павла и содержит в себе много различных тем разной направленности. Но большее внимание мы сегодня уделим вопросу возникновения этого послания, проповеди Апостола Павла в Коринфе, той церкви, которая сформировалась в Коринфе, а также начнем с вами разбор первой главы этого послания. Коринф – это достаточно большой торговый город, содержащий в себе два порта. Через эти два морских порта переправлялись товары из Азии в Рим. Это был достаточно удобный путь, чтобы не огибать перешеек. Апостол Павел имел такую особенность его проповеди, стиль его проповеди – проповедовать в крупных городах, в столицах провинции Римской империи. Не обращать даже внимания, а больше обратить внимание именно на большие города, откуда уже в тех церковных общинах, которые он создавал, оттуда весть о Христе распространялась в какие-то окрестные села и небольшие городки. В Коринфе апостол Павел провел полтора года своего служения, согласно деяниям святых апостолов. Но чем отличался этот город? Какие люди жили в нем? Каждый торговый город в основном отличался действительно падением нравов, очень большим различием в религиозном плане, всяких мнений и очень большим социальным расслоением. И Коринф не был исключением. Апостол Павел в своем же послании к Коринфянам говорит о том, что немного из вас мудрых, немного знатных, и это говорит о том, что и его паства в этой, может быть, не очень большой Коринфской церкви была достаточно разная по социальному статусу. До апостола Павла доходят сведения о том, что в Коринфе возникают разделения, возникают христианские партии, и поэтому он предпринимает намерение написать свое первое послание. Давайте обратим внимание на первую главу, точнее сначала на проскрипт первой главы, то есть приветствие. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, Исосфен брат. Апостол Павел имеет обыкновение писать письма, основанным им церквям, по определенному формуляру. Сначала это адрес, кто, кому, дальше идет молитва. И вот мы сейчас смотрим на то, что Павел говорит о том, что он апостол Иисуса Христа. И он упоминает Сосфена брата, который тоже знаком коринфским христианам. Тем самым апостол показывает, что это то, что он будет писать в этом послании, не является лишь частным его богословским мнением, но является общим мнением и его собратьев, соапостолов, церкви Божьей, находящейся в Коринфе, а священным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас. Благодать вам и мир от Бога и Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Апостол Павел очень часто использует эту связку. Благодать вам и мир. Почему именно так? Дело в том, что письма в Римской империи обычно начинались с определенных приветствий. Так, наверное, многим известно приветствие салевое, радуйся. То же самое было и на греческом. Благодать, слово греческое, которое однокоренное, похожее на слово радость. И тем самым апостол Павел заменяет привычное приветствие на несколько иное. И вкладывает в него уже другой христианский смысл. Мир. Ирини. Это греческое слово, которое является неполным, конечно, переводом, но все же попыткой перевести еврейское приветствие шалом алейхам. Это пожелание мира и покоя, покоя в Боге, умиротворения. До сих пор иудеи сохранили эту культуру приветствия друг друга этим приветствием, этим словом. Более того, мы с вами знаем, что и арабские страны используют эту культуру. Правда, произношение слова шалом на арабском будет салам алейкум или шалом алейхам, салам алейкум. Апостол Павел знает, что в его общинах находятся не только христиане из язычников, но и иудео-христиане. Так мы с вами замечаем по повествованию книги Деяний, что когда апостол язычников входит в тот или иной город, он обязательно посещает в субботу синагогу. Там он проповедует, говорит о Христе и параллельно проповедует язычникам. И, соответственно, его общины формируются из языка христиан и иудео-христиан. Поэтому апостол Павел и обращается с таким приветствием, чтобы каждый слышал знакомое ему слово. От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дело в том, что чаще всего Иисус Христос воспринимается нами как имя, как только имя. И мы забываем о том, что Христос в переводе с греческого «помазанник» и альтернатива имени, точнее слово «Христос» – это Мессия. Так вот, это был некий символ веры тогдашних христиан. Если ты исповедовал Бога Отца и Господа, и Иисуса Христа, то значит, ты был христианином. Дальше апостол Павел благодарит Бога за вас, как он говорит, «непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем вы обогатились всеми, всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. «Верен Бог, к которому вы призваны в общение Сына Его и Иисуса Христа, Господа нашего». Каждое благое дело, христианин будь то, или вообще религиозный человек, начинает с молитвы. Мы можем с вами благопожелать друг другу здоровья, счастья, благополучия. Но в любом случае это будет лишь наше желание, которое никоим образом не отражается зачастую на жизни того человека, к которому мы это обращаем. В то время как молитва Богу об этом человеке является важной составляющей этого благопожелания. Апостол Павел далее начинает рассуждать о тех разделениях, которые были в коринфской общине. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Дальше он говорит о том, что от домашних Хлои сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. «Я разумею то, что у вас говорят «я Павлов», «я Аполосов», «я Кифин», «а я Христов». Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Дело в том, что общество, в котором апостол Павел проповедует, не сразу становится полноценным христианским обществом. К сожалению, некие такие воспоминания язычества, воспоминания философских школ, разных учителей сильно влияют на христиан и поныне. Даже сегодня можно встретить случаи, когда человек кичится каким-то своим духовным отцом, принадлежностью к определенной духовной школе или к какому-то храму, к какому-то старцу. И забывают между тем о единстве во Христе. И апостол Павел на это здесь уделяет особенное внимание. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Это некий важный залог для пресвитеров, для пастырей церкви, которые напоминают нам о том, что недопустимо разделять церковь на своих и чужих. Разделять церковь на церковь отца Василия, церковь отца Иоанна, церковь отца Александра и так далее и тому подобное. Потому что церковь имеет единого главу Иисуса Христа. И в посланиях из заточения апостола Павла это особенно видно. Там он говорит о единстве церкви во Христе Иисусе. Но что это были за партии, нам сегодня неизвестно. Существует предположение, что кифины это те, которые говорили, что они берут свое учение и начало от апостола Петра. Павловы, естественно, которые считали себя духовными чадами апостола Павла. Аполосовы – это те люди, которые, может быть, пришли посредством проповеди Аполоса, одного из близких спутников апостола Павла. Человека, который отличался ярким словом, который отличался красотой и убедительностью проповеди. Об этом мы с вами можем прочитать в «Деяниях святых апостолов». А я Христов. А кто такие Христовы? Дело в том, что существует ряд мнений. Первое, что апостол Павел просто приводит это как некую аналогию. Второе объяснение, что Христовы – это те люди, которые вообще не признают авторитет апостолов и говорят о том, что сам Христос их учит и им не нужны никакие другие учителя. Третий вариант, что действительно среди коринфских христиан возникли эти партии, за которые, за каждой имелась своя идея, основная идея, которую они проповедовали. Апостол Павел приводит очень часто такой прием доведения до абсурда или задавания некоторых вопросов, риторических вопросов, на которых ответ абсолютно очевиден. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил», – продолжает апостол Павел в 14 стихе, – «кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом, а крестил ли еще кого не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Здесь апостол Павел приводит свое воспоминание, но и этот момент часто является камнем преткновения. Дело в том, что в консервативных протестантских деноминациях существует традиция восприятия священного текста как написанного под диктовку Бога. Если это так, то данный стих как-то выпадает из этой теории. Ведь Дух Святой не мог забыть, кого крестил апостол Павел. Нет. И это утверждает факт богодухновенности священного Писания в богочеловеческом его характере. Дальше апостол Павел начинает рассуждать о кресте Господнем. «Ибо слово о кресте для погибающих юродствуясь, а для нас спасаемых – сила Божия. Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Дело в том, что слушатели апостола Павла чаще всего хотели видеть перед собой красивого и яркого оратора, который бы жонглировал перед ними словами и словооборотами, фразами, красивыми, может быть, разящими в самое сердце. Но в то же время апостол Павел говорит о том, что он проповедует не в премудрости слова, не в красоте слова, чтобы не упразднить креста Господня. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир свою мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа – Божию силу и Божию премудрость». Дело в том, что мы исповедуем Христа как личного Бога, воплотившегося в теле. И эта идея была на самом деле совершенно непонятна ни эллинской философии, ни иудейскому богословию, ни даже языческой мифологии. Крест Христов, распятие Бога-человека, было чуждо восприятию богов в языческой среде, как сильных, мстительных, иногда падших на гнев или на блуд богов. Для философии было странно, что Бог есть личность. Мы и сейчас с вами можем найти восточные учения по типу буддизма, которые предполагают, что есть некое безличное. Буддизм не является религией в привычном для нас смысле. Но, например, такая китайская религия, как даосизм, предполагает, что дао безлично. И для того, чтобы человеку соединиться с этим безличным дао, ему нужно уйти от своей личности. Но здесь мы исповедуем личностного Бога. Это встречалось и в философии эллинской, которая не понимала логики божественного промышления о человечестве. Иудейство тоже воспринимало крест Христов, распятие на древе, повешение на древе, естественно, как проклятие закона, под которое не мог подпасть Мессия. Да и вообще, наверняка, ни для кого не секрет, что даже ученики Христовы, вплоть до Пятидесятницы, не могут до конца понять смысл мессианского пришествия в мир Христа. Итак, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Дело в том, что здесь апостол Павел играет со словами греческими, точнее двумя словами «Мария» и «София». «София», естественно, переводится как «премудрость» или «мудрость», а «Мария» переводится как «немудрая». Конечно, это некий такой ход переводчиков для того, чтобы не писать глупость, потому что было бы странно слышать на страницах Священного Писания такую формулировку, что «глупое Божие мудрее мудрости человеческой». Сам термин «глупость» у нас имеет ярко негативную окраску. Но апостол Павел не гнушается использовать эти термины для того, чтобы привести своих читателей к определенным выводам. выводам о том, что к Богу невозможно применять правила логики, пытаться поместить христианское учение только лишь в формат формальной логики. Это было бы неправомочно и не привело бы нас к определенному положительному результату. Итогом данной главы стоит сказать о следующем. Апостол Павел пишет свое послание по поводу тех разделений, которые были в коринфской общине. Апостол Павел явно любит эту общину, потому что провел с ней много времени, порядка полутора лет. Апостол Павел старается проповедовать не в мудрости слова, но о кресте Христовом, которое является соблазном, безумием для тех, кто не в теле Христовом, не в Церкви Христовой. Он говорит здесь о мудрости Божией, о Его великой премудрости, которая не всегда постижима средствами формальной логики. Итак, это был разбор первой главы, первого послания апостола Павла к коринфянам для портала «Экзегет». КОНЕЦ